Вопрос хозяйкам. А знаете ли вы, что шуба может быть двухъярусной? И почему первый слой должен быть из картофеля, а не как мы привыкли селедка? Если знаешь, поставь лайк, а если нет, смотри дальше, где я расскажу, какое блюдо украшает все новогодние столы. Да, это селедка под шубой. Для начала нужно отварить овощи, картошка, морковь, буряк. Остыло, чистим и натираем на терку слоями. Первый слой картофель и только затем мы на него выкладываем кубиками нарезанную селедку. Картофель сам по себе сухой, в отличие от селедки, поэтому картошка впитает в себя весь свой сок селедки. Затем по желанию можно выложить мелко нарезанный маринованный лук. Затем, как обычно, морковка, буряк и каждый слой обмазываем майонезом. Второй ярус выкладываем по той же схеме. В конце на мелкую терку украшаем отварным яйцом и ставим на ночь в холодильник пропитаться. Затем с улыбкой ставим лайк этому видео, режем на порции и подаем гостям. Аааам! Так и хочется съесть, правда? В общем, эта шуба просто бомба. Двухъярусная шуба всегда вкуснее, чем одноярусная. Я всегда делаю двухъярусную шубу, потому что селедка и снизу, и в средине шубы пропитывается равномерно и добавляет очень классный аромат и вкус. Кстати, многие спрашивают, а нужно ли солить шубу? А как вы думаете? Напишите в комментариях. Лично я не солю шубу по двум причинам. Первое, я выбираю селедку, которая уже достаточно хорошо просолена. И второе, майонез тоже в себе имеет соль, поэтому шубу можно не солить. И самое главное, шуба не должна быть сухая, поэтому обязательно на ночь ставьте ее в холодильник, чтобы каждый слой пропитался майонезом. Хочу отдельно поблагодарить моих подписчиков, которые ставят лайки и пишут мне комментарии, а также делятся моими видео и сохраняют себе вызбранное. А также я отдельно хочу поблагодарить моих хейтеров, которые сидят на диванчике и пишут замечательные, милые, нежные свои пакости. Я вас тоже люблю. А в следующем видео я покажу, как готовить равлики. Они же улитки. Поэтому подпишись, чтобы не потерять. А с тобой был Дэн Даманский. Приятного аппетита!